Вот в центре, с красной дверкой, это домик нашей подруги. На самом деле дверь не красная, это плёнка, чтобы не повредить поставленную дверь. И там вот работают работники, что-то такое. Куда обходить? Да нет, почему? Вот туда. Ну вон же маленькая дверь в крыльцо. А такой крыльцо. Такой-то нельзя говорить в блоге. За углом, на возвышении. Наташа, я думаю, была бы рада этому, такому крыльцу. Больше спорта в жизни. Ну вот вещь такая. Ну что, зато ты можешь там сидеть себе на крылечке кофе пить. Никто не мешает. Можешь себе там надувной бассейнчик. Надувной бассейнчик, надувную лужу. Там, в пределах заборчика. А бэкьярд есть, интересно? Есть, есть. Бэкьярд есть какой-то минимальный очень. Потому что Наташа уже планирует там крыльца, опять же, веселые названия. Ни хера посадить. Барбекюшница поставила? Да. Барбекюшница, гехера и все. Я думаю, может ей позвонить. Вот. Все. Все еще в состоянии как-то доделывания. Здесь вот уже, правда, на центральный газон поставили в беседку и... Газиба. Не Газиба, а Газиба. Я так сказала. Газиба. Ага, да. Ты меня спрашиваешь? Вообще-то у нее тут должен быть как... Какой-то садик, смотри. Да. Мы спросим. Вот. Но уже насажали цветочки. Потому что здесь будут газоны. Это центральная клумба. Она говорила, что у нее вроде как есть какой-то тренажерный зал. Что-то есть. Да. Да. Мы делаем тест на энергию. Так вот это тест. Моя пейнер был supposed быть здесь вчера и сегодня. Он делает touch-ups. Так что мы все еще работаем на это. Так что... Здесь сейчас выйдем, посмотрим. Там Наташа будет такой маленький выход на природу. Так что маленькая такая патиа. Будет, смотрите в лес. Зверюшки будут прибегать к у нас эту... Упс. Это вот. Юниты Прекрасно, из него к тебе придут все, кто возможно и невозможно Сколько кустов марихуаны можно посадить на один квадратный вид, безболезненно Я так поняла, что этот мужчина сказал, что еще ничего не готово, электричество не подведено, финальной покраски нету, подведено А зачем тогда нас позвали, если еще не нужно? У тебя есть холст, поливалка Поливалка, это твой большой кондиционер А сколько у тебя спецификаций этот кондиционер берет? Сильнее, чем у тебя надо или нет? А сейчас тебе мастер скажет Сколько он охлаждает квадратных фитов? Там у них у всех На первом пожаре всего такой? Всего Он же у тебя вообще был Ну, значит, направлю 2 200 Это даже формула А ты хочешь, например, плитку из ОНИКС, а не с какой-то терракойто, да? А я думала, паркет дубовый не надо, надо лиственницу Сейчас еще Лера и звукоизоляцию проверят, скажут, что вообще не то, да И тут что вот это вот? Что вот это? Не, доска ладно, вот это что за? Все Так, это вот Это левинг рум Ну, или как, гостиная И совмещена с блоком кухни Тут еще идет До водки Еще идет до водки Чем они до у них холодильник? Холодиль еды Нет шампанского А что ты с Андрюхом задумался про холодильник? Что-то включали Надо было это, бутерброды взять Они ее включали, наверное, подключали плиту Да, почему у тебя холодильник недомером? Что там должно прятать? Ну, не такого размера У тебя там один нынче можно держать Ну, ты можешь у нас что-то складывать Но у тебя же будет визуально какая-то барахольская тема Да, у тебя там гараж И высокий, да Вот мы купили совершенно идиотский холодильник Прекрасный холодильник У меня в него все прекрасно сейчас помещается Ну, слушай У тебя шкафы нормальные, не разбитые Чего? А печка газовая, да? Печка газовая У меня один вопрос Нет, нет, нету свитча Мы просто смотрим Мы смотрим для обращения Для обращения Это свитча Это свитча Это свитча Это свитча Субтитры создавал DimaTorzok 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 пастельная ковролин, мне очень удобно. А вот здесь плитка и подключение к воде и канализация, потому что вот здесь должны стоять стиральная машинка и сушителька для белья. Такой отсек для прачечной. Здесь, не знаю, что Наташа будет делать. Комната для релаксэйшн. Здесь выход в гараж и на улики. Это еще дополнительный встроенный шкаф. А тут что? Это бойлерная. Сердце дома. Я пишу все ваши народные высказывания, как оно не очень подключено. А здесь, как любят во всех американских домах делать пыточная комната. Эскейп-рум. Зачем? Непонятно. Это просто гигантский тут у нее эскейп-рум. Смотри. Да, только вот так вот шланги придумают делать. Это надо в гвозь вбить из вот такой. Можешь, Андрей, для масштаба зайди, пожалуйста, в этот эскейп-рум. Вот здесь можно стоять. А тут можно лежать. Выходи. Какое-то глупое пространство. Слушай, он в доме. Да, камон, там уж на непонятно. Ну, вот такие. Американские дома, они такие полны чудес. Ты никогда не знаешь. Никогда не знаешь, что тебя ждет за следующей дверью. Какого-то шоколада. Да. Нет, в американском доме ты никогда не знаешь, что за следующей дверью тебя ждет. Все, все побежали вверх. Мы ходили, веселились вниз. Такая лестница, она на два пролета. Упс. Раз, просто. Упс. Упс. Такие большие плётики у меня есть. Вот. 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 На втором этаже две спальни и два... Не туалета, а две ванны тут уже с ванной. Вот. Вот. Плеточка. Как обычно. Наконец-то... Низкая. Я выбрала человеческую ванну. О, нет, не низкая. Боже, ей повезло. Вот. У нее... У нее глубокая ванна. Такая же ванна. Нет. Нет. Андрей, нет. С размером с унитазом. Нет. У нее глубокая ванна. Но она короткая. У нее глубокая и короткая ванна. Мне нравится Наташкина вот та ванна. Наконец-то по-человечески поставили унитаз. Значит... Наконец-то. Эта ванна не ее. Это... Ее экспорприрует ребенок. Вот. Это главная спальня. Достаточно маленькая. Так. Ну... Да. Тут зато смотри какую... Спальня маленькая. Ну... Вот если я отойду... То там. Гардеробная. Волкин клозет. Вот. Очень такая большая. Вау. Прямо... Прямо можно еще на кровать поставить и жить. Прямо... Красота. Вот. И... Как мастер... Мастер... А... Мастер... Байдеробная. Это... Хозяйская. Стоит целый план. Но... Она просто душевой кабиной. Сейчас. Тут просто душевая кабина и... Унитаз и раковые. Зачем ларты подъемки для раковины? Ну... Потому что это предполагалось, что это будет мастер байдероб. Зачем? Зачем? Зачем ей? А родителей нет. Вот эта комната и вся. Человек хочет быть независимым. Ну вот... На такую, например, маленькую спальню. Такой, ты видишь? На такую маленькую щедушную. Такая... Нет. Такая большая... Ванна, да. Ну посмотри. Вот реально можно... Отсечь было и была бы большая спальня. Посмотри. Вот это вот... Вот к чему оно? Вот... Ушка. Понятно. Что тут делать? Танцевать в ванной? Тут балром какой-то, да? Можно сушилку поставить. Можно кресло поставить. Здесь можно запросто было вот это вот пространство отсечь и отдать в спальню нормально, да. И то же самое с этим. Вот еще в ванной тоже тут. Встроенный шкаф напротив. Ванна гигантская. Вот. Спальня маленькая. Гигантский. Волкин-клозет гигантская. Планировочка интересная. Не знаю, кто ее состряпал. Веселые люди. Так. Здесь еще встроенный шкаф. Такой. Сейчас поверчусь. Вот. Это лестница. Внизу будет первый пролет. Такой пяточок. Холл маленький. И на него выходят все двери. Одна спальня. Вторая спальня. Ванна. Гардероб. Здесь еще одна спальня. Тут две комнаты. Но здесь тоже такая маленькая комната. Вид на лес. Вот. Немножко. Здесь встроенный тоже шкаф. Волкин обычный. Так вот. Дверь. Слайдерсник. Скользящие двери. Здесь получается. Сейчас. Вот. Выход на этот пяточок. Надо было брать купру. И вот. Третья комната. Тоже. Маленькая. И тут ничего нету. Просто комната. Ни шкафов. Ни ванн. Ни туалет. Такая. Спали. Ну. Обычно такие комнаты дают гостям, чтобы они мучились и бегали через всю квартиру, туалет. Хозяева берут себе. Сразу там вот. Такими вот. С выходом в туалет свой. Я сейчас немножко попытаюсь поснимать нашу руку. Вот. Одна спальня из каких-либо встроенных шкафов, ванн, туалетов. Просто спальня и все. Потолок неровный такой. Как домик. Слевитно. Такой. Иллюзия. Вашаты. Где в спальнях? Внизу коврыли. То есть на верхнем этаже коврыли. Внизу паркет дубовый. Здесь такой хлопотачок. Сейчас я все их включу, чтобы она не будет. Вот. 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 Здесь ванна. Здесь ванна. Ванна с туалетом. В общем, вот эти две спальни, у которых нету ванны с туалетом. Первая я была. Сейчас вот во вторую захожу. Вот здесь вот. Это вторая спальня. У нее, в отличие от первой, есть встроенный шкал. Встроенная гардеробная. Вот. Потолки везде такие веселые домиком. Вот. Коврыли везде. Третья спальня. Сама продвинутая. Но по размерам они все одинаковые. Может, вот этот чуть-чуть больше. И чуть-чуть выше потолок. Вот. Но здесь. Несмотря на то, что маленькая спальня, гигантская. Непонятно зачем. Ванная комната. Нужно танцевать. Вот. И у него без ванной с душевой кабиной. Прямо встроенный шкаф тоже. Вот так вот. Сейчас я отойду. Иду киваю. Вот. Вот. Вот этот холм. Здесь ванна. Ванна и она короткая, она глубокая. Ей нужно сесть, чтобы коленки не торчали. Хотя, если ты сидишь сильно поджор, коленки будут торчать. Еще раз снимаю этот пятачок. И вниз. Идет лестница. И вниз. Идет лестница. Вот. Гостиная. Вот. Сколько. Все умещённые. Это вся эта команда уже уезжала. Люселая. Здесь, на слайду, укреп. Такая нераспушная. Верующая камеря. Маленький кусочек патио. И видно лес. Вокруг леса полоса. Вокруг леса полоса. Вокруг этого леса полоса. кухонный блок достаточно нелепым это стоковые считаются вещи самые дешевые и дешевые надежные холодильники микроволновка и печка если хочешь себе по размеру что-то красивое должен или доплачивать за строчку или сам покупать наталья тут между холодильником и адресоль достаточно большая непонятная такая щель не в размер все остальное в размере красивенько это это прихожая когда заходишь еще есть вот шкаф и место для кошек и интересная тут зато у них какое прекрасное место для котов да и лежанка но видишь тут что хорошо ты заходишь и в отличие от многих американских домов тут есть какое-то пространство поставить обувной шкаф зеркало и есть сам сурненный большим шкаф достаточно для одежды вот да можно нормально одеться выйти на улицу и лестница большая вот этот кусочек хороший только он немножко такой смешной а вы леру что в пятичной оставили я ее не снимаю где помогай а а а а а а а а и а а а а и в а а и а и и а я не знаю, как это было, но я не знаю, как это профессионально. Я не знаю, что это хорошо, особенно на стаирс. Я также заметил, что в доме, где стаирс, я знаю, что люди были проработаны, и на стаирс, это уже... Так, здесь вот такая красивая, большая living room и кухня. Они объединенные. Living room это гостиная. И на этом же уровне, на этом этаже, есть, называется bathroom. Ну, это туалет. Изванный просто. Раковина, туалет. Вот, в тантасе включена. Да. Здесь лестница. Дюшка на полэтажей. Ниже находится коридор. Вот. И не характерный для американских домов, потому что достаточно просто рентом пол и встроенный шкаф для одежды и обуви. Тоже достаточно хорошо. Сверху я такой рисунок. Не знаю, что им ставить. Интересно для декора. Потом ты не сам лежишь. Что за такое интересное? Так, тут вот здесь. Люди, вы где? Андрей! Кто планировал мастера вот эту комнату? Ну, слушай, планировку занималась не я. Ну, я понимаю. Скажи, вот этот вот холл ванны, в котором можно тут насылать, вот это вот нельзя было отодвинуть, да, на метр? А тут у тебя еще, смотри, модных шкафов. Целая. Да, много шкафов. Я люблю это. Особенно, если она не поменится. Мой датар. Там карандашок еще есть. Где она, кстати? Чеснока. Боже, чего? Она уже все поняла для себя. Это лучшее. Это лучшее. У тебя не будет видно потеков всяких вот этих вот. Ну, у тебя не получится, чтобы она выезжала? Там у тебя раковина утоплена. Ты как-то хочешь много, чтобы у тебя и раковина выезжала, и глубина была. У тебя глубокая ванна. У нас корыто не глубокое. Ты хотя бы там можешь лежать. Ну, вентилятор, а что он какой-то вылез? Плевой. Ты видела? Да? А тут что? А вы вылевали? Да? А чего? Я думала, вы вылевали. Там еще хранить нельзя. Это очень просто. Только если она коммуникационная. Разводка коров. Там тоже. Понятно. А здесь выходишь на сторону, которая с лесом. И сразу тебе тихо вот это. Спальня. У Леры будет шумно, между прочим. Вот зайди на эту сторону, где лес. Сразу тишина. А там у Лерки будет. Ты мамашки проверяла. Тихо. 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 где кровать, а где кресло. И очень удобно. Тут три спальни и датчик на тепло и холод, отопление и вентиляцию только в одной спальне. Получается, что если вы живете в семье, если люди с разными комфортными температурными режимами, ну кто-то любит тепло, кто-то любит холод, то будут споры, потому что надо делать на каждую спальню, на каждую спальню, в которой находится там житель, отдельный датчик и отдельно выводить тепло и вентиляцию и холод. А здесь нету только одно. Не. Да, сейчас это может быть. Нет. Я не знаю как это работает. Ни не отличается. Все три обмена, которые в этом ГФИ, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...